Никита Высоцкий приедет в Новосибирск на концерт, посвященный своему отцу, но это будет 24 ноября. Пока же в наш город он приехал познакомиться с площадкой и местными артистами. Уже известно, что наряду с гостями из столицы песни Владимира Высоцкого исполнят и новосибирцы. Тимур Гордеев, Анатолий Олейников и не только. Мы спросили у Никиты Высоцкого, какая из песен отца ближе лично ему. Наверное, кони, наверное, белое безмолвие, наверное, жираф, потому что это песня, связанная с моим детством. Жираф большой. Мы с братом были уверены, что это песня про нашего плюшевого жирафа, Жору. И когда отец ее играл и пел, мы скакали по кровати, мы кидались этим жирафом. Правда, исполнять эти песни сам Никита Владимирович не будет. Он станет ведущим концерта и прочтет стихи. В студии «Оранжевого утра» зашел разговор и о фильме, а теперь уже и сериале «Высоцкий. Спасибо, что живой». Как рассказал наш гость, перед тем, как написать сценарий, он вспомнил слова отца. В искусстве 10% должно быть реального, а 90% фантазии. И тем не менее, картина построена все же на документальных событиях. Эта история меня действительно перевернула. Я ее узнал. От Сева Абдулова я узнал ее на 9 дней отцовских. То есть отца 9 дней не было, и мы с ним сидели, все разошлись. Он мне очень коротко ее рассказал о том, что отец умер ровно за год до того, как сейчас. Я не стремился сделать историю, документ. Я стремился сделать историю, в которой есть художественная правда. Полное интервью с Никитой Высоцким зрители смогут увидеть в программе «Оранжевое утро» 7 ноября.